10 марта к нам во двор, еще не было здесь ни ДНР, ничего. К нам во двор прилетел снаряд украинской армии. Во дворе люди готовили себе кушать. Погибла девочка 11-летняя, Лерочка. Погибли трое ребят с нашего подъезда. И четвертый из соседнего подъезда. Просто возле костра легли. Плюс четверо раненых. Вот такое. А позавчера украинские военные зашли к нам в дом. Людей закрыли в подвале. Ночь в подвале продержали. А утром нас всех вчера выгнали. Они забили замок, что нельзя было открыть подвал. А утром как-то они там открывали все это. Людей выгоняли. Сказали уходите, мы занимаем здесь оборону. И нас просто выгнали из наших домов. У родителей квартира сгорела. Мама сгорела в квартире. Папа, слава богу, спасся. Я только вчера узнавал, что мама у меня сгорела живьем. А потому что они не люди. Когда они были людьми? Все 8 лет. Это что люди? Это фашисты. Просто фашисты. И надо гнать их отсюда, с нашей земли. Им тут нечего делать. Пожалуйста. Я Половущенко Леонид Николаевич. 48-го года рождения. 48-го? В рожении с Мариуполя. Всю жизнь в Мариуполе прожили? Да, всю жизнь. А как вы питались вообще, когда в больнице были? Питались. Воду не давали завозить. Хоть какую-нибудь. Хоть ржавую. Они не давали до машины подъехать. Воду пили раз в день по 100 грамм. И каши давали. Одну ложку в день. Детям чуть побольше давали. А нам, ну как, как могли. И то, и то они не давали ни подойти, ни подъехать, ничего. А сколько детей было в больнице? Вы там не сосчитайте. Понимаешь? Их там много было. И то везут, то... Но все же их вывозят там. Как-то вывозили. Втихаря. Мне, особенно, солдаты рисковали же. Детей на руки, на плечи, на голову сажали. И выносили. Это русские, да? Русские, русские, русские выносили. А были коридоры со стороны украинской власти, чтобы можно... Только русские делали сами. Только русские делали коридоры? Там, где были техники, да? Вот это... Другие подъезжали, пацаны, вот туда, в селедку. Забирали детей там, у кого нет. Они же не давали завести ни воды. Ничего завести. То есть русские подъезжали к больнице на танках, на БТРах, забирали детей больных и увозили? Да. А украинцы в это время стреляли все? Они не давали уйти никому. Никому не давали уйти? Уйти. А как вы думаете, зачем они так себя вели, украинцы? Ну, это, понимаете, это как нацисты. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Андрей. Сколько вам лет? Тридцать четыре. Скажите, пока жили в Мариуполе, видели, может быть, какие-то факты установки военной техники среди жилых кварталов? Я снимал квартиру, проспект улица Куприна, 75, на первом этаже. Первый этаж, первая квартира, первый подъезд. Они у меня прям под окном человек 20 было. Человек 20 их было в подвале у меня. Они у меня под окном раскрыли себе блиндажи там, типа, окопов сделали, чтобы отстреливаться. Это были азобцы? Я не знаю, азобцы. Пацаны молодые, там человека 3-4 было в годах. Ну, по 40 лет где-то. А остальные все молодые пацаны. Украинские? Да. 100% Украины. Вот, что я могу сказать. Они в школе ховались, во дворах у нас, в подъезде ховались, в гражданке. Он заховался. Фактически они прикрывались. Людей, да. Когда они прятались, не пытались занимать квартиры? Один пытался ночью, часов в 11, зашел в соседний подъезд, получается, у нас дома буквы П стоят. Вот в этот дом, который, палочка как бы, в первый подъезд зашел, он начал бегать по этажам, ручки дергать. У гражданки тоже. Скажите, пожалуйста, факты мародерства именно со стороны военных? Меню. Были? Магазины или жилые квартиры? Я зашел в школу, чтобы найти воды. Я там увидел столько всего. Там не только вода. Ну, расскажите, пожалуйста. Ноутбуки, обогреватели, электрические, все там было. Это школа 67-я. Где базировались украинские военные? Да, в подвале. Подвал, второй этаж и первый этаж. На третьем этаже их не было. Это там были товары еще в упаковках, новое все? Ну, не то, что в упаковках. Ну, серебро нашел я. Откуда у них серебро? С чеками. Не с чеками, а с ценой. С ценниками? Да. Это 67-я школа? 67-я, да. А адрес приблизитель? Вот, в Грушевском. Там все. Это все в одном районе. Машины они поугоняли, автобусы. Там автобусы стоят спаленные, машины спаленные стоят. Это там же кто? Да, это тоже в школе. Я вчера ехал с лиломагазином, и я туда продукты вожу, меняю на резину, на это самое. С первого школы, вот эта первая школа. И отсюда укропы меня начали стрелять. Я еле, вот так вот, чуть не упал, и еле вывину. Один, с калашом. Вот, и, ну, стрелял по мирному жителю. Ага, что вы сказали, что вчера на этой школе был украинский солдат? Да. И они полы стреляют, да? Да. Ага, понял. Это вчера? Вчера. Ага, на это здание? Да. Ага, понял. Это первая школа. Это школа, где дети учились. Так что вы думаете, что вы можете сказать за Зеленецкий и Павиль? Зеленский? Да. Я его притушил, честно. Да? Он пообещал, когда он стал президентом, он сказал, год и войны не будет. Видите сами. Я могу на камеру даже сказать. Наркоманы и алкаши. Которые расстреляли мирных жителей и расстреливали. Азов. Такое было. Что это было? Наемная армия была. Частная наемная армия, которых, спасибо, выбили их отсюда. Они стреляли в мирных жителей, под детям, по всем. Скажите, что лично вы видели своими глазами из свидетельств военных преступлений Азова? Которые меня стреляли. Я лично. Меня стреляли. Я живой остался. У меня трое внуков. У меня дочку. У меня трое внуков. Осталось. Трое внуков. У меня осталось, у меня и на жене. У меня нет. Я не знаю, как детям это сказать. Это Азов. А где вас... Шаповалова Ольга Георгиевна. Сколько вам лет и когда вы выезжали из Мариуполя? 66 лет. 25-го. Порта мы выехали из Мариуполя. Из Мангуша уже. Можете рассказать о том, как вообще производились обстрелы в вашем городе? То есть, где стояли точки, куда стреляли, по вашему предположению? Ну, точки стояли, на восточном, точки стояли между домами и во дворах школ. То есть, в принципе, стреляли и прикрывались мирными жителями? Да, прикрывались мирными жителями. Потому что, понятно было, что стрелять будут не... Это же очень далеко идет обстрел. Так что стреляют не по человеку, стреляют по тому месту, откуда что ведется огонь. Вот, ну, возле драмтеатра, это вот квартал, где находится этот шахматный клуб. И остальные дома выходят на драмтеатр и пум. Ну, там, не знаю, сколько их там, 6 домов. Вот вокруг этого квартала ездил танк и просто производил выстрел. Ну, беспорядочный, можно сказать, потому что там никуда выстрелить нельзя. Ни в кого. Только лишь церковь напротив, по проспекту Мира, по Артема. То есть, фактически стрельба у вас по жилым домам? По жилым домам, да. Просто по жилым домам, никуда. Вот поэтому еще и сидели, куда можно стрелять, но понятно, когда это... Или у нас, допустим, взять восточный микрорайон. За нашими домами километры полей. Ради бога. Ставьте танки, ставьте что хотите, обстреливайте. Это как бы война, все это понимают. Это война, которую люди стреляют. Они для этого как бы есть на белом свете. Ну, вот обстреливайте. Зачем становиться в частном секторе? А на территориях школ, больниц? Да, на территориях 69-й, 68-й, 5-й школы стояли танки. Это то, что мы как бы видели, я лично видела своими глазами. Поэтому не могу вам как бы что-то... Это то, что я видела. Не быть голословной. Танк постоянно ездил по улице, на Украбске, именно на Украбске. И стрелял каждый дом. Каждый дом постоянно. Кружосохочно. Вот ты ждешь по времени, когда он приедет, и опять... Ни воды не попить не могли выйти. Ни воды, ни... В общем... Только ногу показываем с подвала и сразу прилеты. Почему так? А вот у них надо и спросить. У нацистов и спросить, почему так? Именно против своего народа, я не знаю. С которыми мы жили 8 лет. Сколочек. Больше мне сказать нечего. Просто один раз слышу. Просто не давали выйти. Даже на улицу. 200 метров до колодца воды набрать. Ни-то не давали. Ни навали даже. Это вот так вот. А это правда, что обстреливали мирных, которые пытались эвакуироваться? Украинские силовики. Потому что я лично святеренец. И на морозе минус 15. Стои морозали на полу. Ваш дом цел? Нет, разбитый. Дом разбитый у меня. Дом разбитый. В тёжче. Жить нету все. Они только хотели. Мы вас выэвакуируем. Когда? Вот мы ещё не знаем. Вот как только будет возможность эвакуировать. И вот так они до конца нас эвакуировали, пока не зашли. Настоящие солдаты русские. И нас спасли. Нас вывезли сюда. Теперь мы можем хоть что-то жить. Не видеть того страха. Как вас зовут? Вита. Скажите, что здесь делали украинские военные? Что делали? Да, занимали квартиры. Занимали подвалы. Люди выкидывали на улицу. А потом стреляли с этих квартир, с этих подвалов. Потом по ним стреляли. Всё громилось, всё разрушение. Вот в этом подъезде... А мы по какому адресу сейчас находимся в Мариуполе? В Архмельницкого. И что здесь было, вы начали говорить? Два боя было. С этой и с этой стороны. Такие бои были. А мы сидели вот там в подвале. А что украинские военные делали? Что делали? Вот, посмотрите, что делали. Смотрите, что делали. Стреляли с 23-го по 27-го. Сейчас мы с вами отдельно сейчас запишем. Вот они закрали с квартир всё, что можно. То есть они крали? Крали. Вот женщина. Где Катя? Катя была. Она зашла в свою квартиру, там, где они были. Сосед видел, что они там были. Она зашла. Ни золота, ни продуктов. Почему нет? Это нормально. Романов Александр Петрович. Вы живите в Мариуполе? Да. В Мариуполе, поселок Мирный. Прямо рядом со станом 3000. Там в АБК, административно-бытовом комплексе находились около 300 бомбоубежища. Дети, старики, женщины. И в течение пяти суток ВСУ прикрывались ими как живым щитом. Как живым щитом. То есть они их не выпускали? Они не выпускали, но уже заканчивалась вода и заканчивалось дизельное топливо для генератора. Потому что и так экономили, и там по два часа всего лишь давали вечером и утром. Там же ж темно в подвалах этих. И потом уже выпустили.